Приветствую вас! Спасибо за дополнение, что дополнил свой вопрос, потому что по одному заколовку действительно было непонятно, что вы хотите спросить. Вот, теперь это понятно. И давайте вот сделаем так. У жены есть два основных варианта решения проблемы этой проблемы. Первое. Если жена любит своего мужа, то в таком случае она понимает, что мужчина, ну вот он такой, она как-то за него выходила замуж. И если она как-то выходила за него замуж, то, соответственно, она, получается, его принимала таким, как он есть. И если она его таким, как он есть, принимала, то, соответственно, возникает вопрос. Что изменилось? То есть, вот, изменилось ли что-то в отношении жены к своему мужу? Ожидала ли она от него чего-то большего, чем, вот, например, ну, чем есть на самом деле? Если да, то когда эти ожидания начались? Если, соответственно, да, то как жена относится к своим ожиданиям? Почему она ожидает, что мужчина должен что-то решать? То есть, нет, вы поймите правильно. Мужчина должен решать. Но только в том случае, если он имеет реальные средства для этого, реальные возможности для того, чтобы что-то решать. А если он не имеет этих возможностей? Если он не имеет этих средств? Если он, например, всегда, допустим, всегда жил с родителями, всегда не мог что-то решить, всегда часто выпивал. Ну, тут вот вам коллега правильно сказала, что, значит, в психотоматике это означает, что мужчина так продвигает свою нереализованность, он ее так проявляет. И если так было всегда, если у мужчины уже сложились какие-то устоявшиеся модели поведения, то жене их никак не поменять. Практически. Возможность такая есть, конечно. Но она, я бы не сказал, что большая. О ней я еще скажу. А пока давайте так. Если жена своего мужа принимает таким, какой он есть, если вот она его любит, если у мужа есть откровенные плюсы, которые жена считает таковыми, то ей в этой ситуации нужно самой принять решение. То есть просто взять на себя ответственных за, например, скажем, переезд. Если есть возможность жить отдельно, просто взять и самостоятельно это все решить. То есть не ждать, пока муж ваш это сделает сам. Вообще не стоит ждать никого. То есть если хочется чего-то, если есть какие-то ожидания, да, если есть какие-то желания, то, соответственно, не стоит ждать, что вот кто-то другой, какой-то другой человек, эти желания вам реализуют. Это можно продать так очень долго на самом деле. Ну, это просто брать и самостоятельно действовать так, как вам хочется. Так как жена считает, например. Это, значит, был первый вариант, который можно было бы порекомендовать жене. Значит, второй вариант. Второй вариант такой, что можно и, наверное, даже нужно вынуждать мужчину, чтобы он, значит, сам все-таки решил, какие-то вот моменты. Вопрос. Вопрос. Как вынудить человека сделать то, что вы от него хотите? Ответ. Для этого нужно вывести его из зоны комфорта. Чтобы вы сразу поняли, о чем я говорю, нужно сказать так, что мужчина, вот его на данный момент, смотрите, все устраивает вообще. Ему все нравится. Ему все нравится, у него все есть, у него все в порядке. У него есть родители, правильно? У него есть жена. И, как бы, его все устраивает. Плюс он еще может выпивать, и вообще все хорошо. И пока его все устраивает, он ситуацию менять не будет. Понимаете? Зачем человеку что-то делать, если его все устраивает? Понимаете, зачем? В этом нет никакого смысла. Это объективно не рационально. Поэтому, поэтому, нужно подумать, как можно было бы лишить человека зоны комфорта так, чтобы, значит, ну, чтобы у него появился мотив что-либо менять. Соответственно, о какой зоне комфорта я говорю? Я говорю о зоне комфорта той, которую вы заставляете для своего мужчины. То есть, если вы, например, просто как пример, перестаньте, допустим, даже своему мужу давать, например, что-то надо от вас получать. То есть, может быть, это ласку, тепло, внимание, поддержку, может быть, секс, может быть, что-то еще. Если вы все вот это перестанете своему мужу давать, и он увидит, что вы реально готовы, там, например, допустим, готовы, если не уйти от него, то хотя бы как минимум менять что-то именно в своей жизни. Не в его жизни, вот чтобы вы правильно поняли, не в его, а в вашей жизни менять, то он вполне возможно, испугавшись вас потерять, и испугавшись вас потерять, будет что-то делать. И это на самом деле для вас, ну, для жены, я имею ввиду, едва ли не единственная возможность, едва ли не единственная возможность сделать так, чтобы мужчина все-таки начал что-то делать сам. И если жена выберет вот такую модель поведения своего, то объективно это означает, что мужчина может ее потерять. И значит, жена сама понимает, что она может, ну, остаться без своего мужчины. И в таком случае она делает шаг к тому, чтобы жить, грубо говоря, счастливо, и чтобы самой нести ответственность за свою жизнь, чтобы не зависеть от мужа, от его, там, желания, нежелания, что-то делать и прочее. То есть в этом случае человек берет ответственность за свою жизнь сам, и получает, соответственно, определенную свободу из-за этого. Я уж не говорю, что легкость прямо, но свобода точно. Свобода выбора, свобода ответственности. Другое дело, почему жена вообще на это пригласилась, на такие условия. Это вот как бы заставляет задуматься на тему того, а хочет ли вообще жена какой-то свободы. Потому что если человек вот ведет себя так, подобным образом, то есть, ну, как бы, позволяя себе оказываться вот в такой ситуации, то волей-неволей сомнение есть насчет того, насколько вообще она готова что-либо сама делать в своей жизни. Далее, мне бы хотелось сказать по поводу алкоголь. Вы сказали, что мужчина часто выпивает. Ну, как бы, ну, как бы это не было алкогольной зависимостью у него. То есть я, конечно, не знаю, как обстоят дела, вот, но мне все же кажется, что этот тревогий звоночек достаточно. Потому что вот если мужчина выпивает, да еще и часто, да еще и его все устраивает, я имею в виду именно в контексте вот того, что он живет с родителями, да, и у него есть жена, то есть, как бы, все вот это вот хорошо, ну, это очень большая вероятность того, что у него там алкоголизм. И если у него алкоголизм, то он, скорее всего, и не будет ничего хотеть менять. Он не будет хотеть ничего менять, потому что алкоголик, он в первую очередь преследует цель какую? Он в первую очередь такую, чтобы все вокруг него обеспечивало ему возможность выпивать. Ну и понятно, что алкоголизм – это вытесненное желание, как сказал мой коллега, это понятно. Но дело не об этом, дело не в этом, дело в другом. Мы говорим про жену, да, что жене делать? Вот, и жена, да, жена должна выбрать для себя модель поведения. Либо первый вариант, либо второй вариант, либо она просто, ну, вот, живет так, как она живет. Понимаете? И, объективно, вот, объективно, если у жены проблема с выбором, ну, то есть, вот, она не знает, что делать в этой ситуации, то у нее проблема с уверенностью в себе, у нее проблема с самооценкой, у нее проблема с самостоятельностью. И вполне может быть, что она чем-то, по какой-то причине, зависима от своего мужа. И вполне может быть, что родители там ситуацию, как бы, усугубляют. Я не знаю, насколько, конечно, вы об этом не пишете, но есть такая вероятность. И если я прав, то прежде чем жене вообще выбирать какие-то модели поведения, прежде чем смотреть, что делать вообще, нужно сперва разобраться с ней в том, а как вообще она оказалась в этой ситуации. Как вообще так получилось, что она позволила себе вот в такой ситуации оказаться? Что обусловило ее положение? Потому что какие-то ее личностные качества сделали эту ситуацию возможной. и если даже она примет какие-то решения, если она возьмет какую-то модель поведения, то вот эти качества ее, которые, ну, обусловили поведение данное и наличие данной ситуации, эти качества, они останутся с ней. И они подойдут к другую ситуацию, но уже, там, например, уже, там, например, в других условиях и так далее. Понимаете? Поэтому вы, если вы подруга этой женщины, то вы ей, вот, мой ответ просто дайте вас слушать, как бы, и пусть она сама делает вывод. Если вы и есть эта женщина, то, ну, тогда, соответственно, вы, надеюсь, меня поняли. Вот. То есть сейчас, вот именно сейчас, вам нужно выбирать свою модель поведения. Это да. Это так и есть. Вот. Вот. в долгосрочной перспективе вам все же имеет смысл, ну, вам или этой женщине, о которой вы говорите, имеет смысл выбрать психолога для, значит, беседы, для пронабочки проблем и постараться выявить причины, которые могут быть и в детстве, и в родительской семье, и так далее. Вот. Выявить причины. И тогда уже, в зависимости от этих причин, от установок, от комплексов, от, ну, неверных представлений человека, от его противоречий, конфликтов, проблем, будет зависеть работа, и проработав все проблемные участки, можно будет рассчитывать на то, что женщина, она будет дальнейшем свое поведение строить так, как хочет она, а не так, как хотят другие. Что важный, важный элемент для, ну, для собственной свободы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.